Я устал повторять одну и ту же фразу. Экономика правит миром. У меня есть один знакомец, он в Японии. Ну как, он муж одной моей знакомой. Она русская, вышла замуж за японца. Как у них все это устроено? Если рабочий приходит на завод Toyota, он сразу получает энный пакет социальных льгот. Ему нельзя давать большую зарплату. Почему? Потому что это будет социальный перекус. Если вы дадите большую зарплату одному рабочему, а, допустим, вне концерна, какому-то рабочему, выполняющему ту же работу, дадите меньшую зарплату, он будет думать, почему вдруг так получилось. Поэтому что сделано во всех грамотных, устроенных производствах на Западе? На заводе Toyota он получает этот пакет социальных льгот. Что это такое? Помимо того, что у него обычная, стандартная для Японии зарплата, он имеет кучу всяких ведомственных привилегий. Какая-то фирма занимается его отдыхом, где-то его дети занимаются в каких-то секциях бесплатно, в ведомственных секциях занимаются спортом. Он ходит в ведомственный бассейн, в ведомственные поликлиники. И вот этот пакет социальных льгот, который должен быть, он был разработан очень давно, ведь наши производители еще до революции все это поняли. Когда на заводах, на наших, на Кировском, на Путиловском заводе, уже были тогда социальные какие-то вводить вот эти вот все привилегии, у рабочих уже начали появляться клубы по интересам, им появляли что-то, подбрасывали эти производители. Для чего? Чтобы, не поднимая зарплату, сделать им жизнь более комфортной, чтобы они держались за свою работу. Соответственно, тогда в ПТУ вам не будет несложно затащить человека, если он знает, что, закончив ПТУ и попав на завод, он обеспечен всем необходимым. Мало того, на том же самом заводе Toyota, допустим, как сделано, тебя стимулирует постоянно. Если ты сделал что-то, то тебе тут же поднимается зарплата. То есть она полностью экономически завязана с собственной работой на результаты своего труда. Если ты вдруг выходишь в бригадиры, тебя переводишь, тебе дают другой коттедж, в котором ты жил раньше, допустим. У тебя же было жилье ведомственное, где я там проживал. Тебя переводят в другой, более привилегированный район, ты уже как бы бригадир. Ты уже ходишь, тебе дают карточку другого магазина, более дорогого. Тебе дают машину Toyota другой модели. Если ты ездил, допустим, на Королле, то тебе дают уже Карину. Ты уже переехал, с машины пересел. И они понимают, вот он рост на глазах. Он не просто так получает деньги, а получает деньги за что-то. Так вот, если наша система будет так же образована, ну для этого нужно что сделать? Завод, который, в принципе, работает где-нибудь на Урале, а зарегистрирован в Москве, соответственно, платит деньги в Москве, и все бабки оттуда переводятся сюда. Я думаю, надо немножко подумать, вот о чем, нашим богатеньким олигархам и так далее, чтобы все-таки сделать жизнь своих крепостных или рабочих, которые у них работают на заводах, более комфортной. Не тащить оттуда все сюда, потому что это все развалится и рухнет. Вы не найдете этих квалифицированных кадров, если их не будете создавать. А не будете создавать, потому что никто не пойдет в ПТУ. Замкнутый круг. Значит, вам надо каким-то образом, ну, может быть, не все бабки, опять вот, как мы говорили об экономике, не все бабки своровать, а часть отдать туда, для того, чтобы сделать жизнь этих людей лучше. Это напрямую, от этого напрямую зависит ваше благосостояние. Когда я, у меня вертикальная профессия. Как и зубные техники, мы работаем от бандитов, вот я в зоне пел, а завтра могу работать для президента, и это так просто работа, профессия такая. И когда говоришь с людьми уровня олигархов, и говоришь им простые вещи, они говорят, мы все понимаем и что-то делаем. Посмотрите, вот я точно знаю совершенно, что большинство из наших олигархов, часть денег отдают на вот эти вот социальные какие-то проекты, нужды. Я сам участвую в этих фестивалях. Когда мне говорят, что они все украли, да подожди секундочку, как все украли? Вот он там, там школы организовали, здесь всякий, у нас спорт поднимается. Он же поднимается не сам по себе. Кто-то же за него платит, за него не может заплатить рабочий. Вы поймите, что это надо взять и выдрать, это вот правительство должно их подталкивать целыми. Ребята, давайте делиться. И тогда наша страна будет в целом подниматься. И тогда будет вот тот самый средний класс образовываться. Тогда появится класс высококвалифицированных рабочих. Высококвалифицированные работы рабочий приносит больше пользы. Почему? Потому что он профессионал. Токарь шестого разряда сделает деталь лучше, чем токарь третьего разряда. Это однозначно. Так для того, чтобы он стал токарем шестого разряда, он должен быть уверен, что это престижно, что это оплачивается и что он за это что-то получит. Все.